Мы находимся на выставке Household Expo, разговариваем с экспонентами, сейчас будем разговаривать со спикером деловой программы. Ольга, расскажите про тему вашего доклада, о чем вы разговаривали сегодня. Здравствуйте еще раз. Я выступала с тем, как избежать дефицита неликвидов, как управлять рисками при расчете заказа. Вообще, почему я считаю эту тему актуальна, почему именно эту тему я выбрала для выступления? Потому что тот момент, когда менеджер по закупкам, категорийный менеджер принимает решение о закупке, на самом деле он инвестирует деньги компании, инвестирует деньги конкретного человека, собственника компании. И, в принципе, мы об этом так не думаем, не задумываемся. На самом деле инвестиции могут быть значительными, это и сотни тысяч рублей, и сотни миллионов рублей. Поэтому я считаю этот вопрос важным. И при этом, к сожалению, я общаюсь с большим количеством специалистов, чаще всего они говорят о том, что они делают заказы, они размещают заказы по интуиции. И согласитесь, для таких серьезных инвестиций, для таких серьезных сумм, такой подход, он достаточно несерьезный. Все-таки нужно при расчете заказа поставщику использовать расчеты по статистике, но и, вот я осветила как раз это в своем выступлении, управлять рисками. Потому что рисков может быть много, и только расчеты здесь не помогут. Например, может быть дефицит у поставщика. Мы можем прекрасный расчет сделать, но после размещения заказа поставщику не получить товар, потому что у него дефицит. Мы можем закупить новинку, которая потом не пошла, и она у нас осталась неликвидом. Это тоже рискованная закупка. То есть мы как раз в своем выступлении, я показала, какие закупки относятся к рискованным, и какой сценарий работы с этими рискованными закупками. Ну, в первую очередь, это, конечно, компании важно понимать, какие риски вообще есть, оценивать вообще, насколько они серьезные, сколько нам это стоит, и заранее предпринимать меры для, во-первых, снижения появления возможностей этих рисков, во-вторых, снижения неблагоприятного влияния этого риска. Ну, например, вот в случае, когда у нас дефицит у поставщика, как минимум нужно заранее проработать альтернативных поставщиков, проработать альтернативные товары, возможно, делать какие-то запасы у себя, страховые дополнительные или у поставщика. В принципе, выход есть, и опытные специалисты это делают. Единственное, я предлагаю к этому подходить системно и помнить все-таки о том, что во время закупок специалисты делают серьезные инвестиции. Спасибо, не переключайтесь, дальше больше включений с новыми гостями.